Есть хадис посланника Аллаха, прекрасно описывающий положение мусульман в наше время. Посланник Аллаха сказал «Близко то время, когда общины неверных и заблудших будут вместе набрасываться на вас, подобно тому, как едоки приглашают друг друга к трапезе». Обратите внимание, как преступное государство яхудов творит самые безумные бесчинства на благословенных землях Палестины, а страны мусульман, которые окружают оккупационное государство, тирании, не в силах предпринять абсолютно ничего. Яхудская армия начала массированную бомбежку всего сектора Газа, что мусульманам пришлось перебраться в палаточный район Рафах, где большинство населения – это дети. Это самый край сектора Газа, который уже граничит с Египтом. Но чем на это отвечают сионисты? Кадры настолько ужасающие, что ввергли весь мир в шок. У Пирса Моргана, известного британского журналиста, защищавшего политику Израиля, вдруг проснулась совесть, он пишет «Сцены из ночного Рафака ужасны. Я защищал право Израиля на самооборону после 7 октября. Но убийство такого количества невинных людей, спрятавшихся в лагере беженцев, невозможно оправдать. Прекрати это сейчас же, Нетаньяху». Пророк сказал, верующие подобны единому телу. Когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Но что происходит в мусульманском мире? Саудовская Аравия устраивает грандиозные поединки. В Таджикистане принимают закон о запрете хиджаба. Египетский президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси полностью проигнорировал призыв палестинского народа открыть границу, находящуюся в нескольких сотнях метров от места, где было убито более 50 палестинцев, с целью помочь в тушении возгораний, перевозе и оказании помощи раненым. В то же время, пять лет назад Ас-Сиси отправил своих людей для оказания помощи Израилю в тушении пожаров. Продолжая хадис, приведенный в начале, кто-то спросил посланника Аллаха, «Это произойдет из-за того, что нас тогда будет мало?» Пророк Али-Иссаляту ассалям сказал, «Напротив, в тот день вас будет много, но вы будете подобны муке, рассеянной в потоке. И Аллах сделает так, что страх перед вами покинет сердца ваших врагов, а в ваши сердца Аллах поселит слабость». Кто-то спросил, «О, посланник Аллаха, а что это за слабость?» Он, Али-Иссаляту ассалям, ответил, «Любовь к миру этому и ненависть к смерти». Этот геноцид мусульман Палестины войдет в историю как один из самых кровавых геноцидов. Но также в историю войдем и мы с вами как муть, рассеянная в потоке. Во всем мире проводится пропаганда против палестинцев. Помогите нам доводить истину до людей через пожертвования по ссылке в описании. Да воздаст вам Аллах многократно.